Марина и Ирина Марина Марина специалист по недвижимости Ирина работает менеджером сетевого маркетинга Гордятся тем, что побороли в себя комплекс неполноценности Признаются, что не выходят из дома без макияжа и на голодный желудок Предупреждают, что с ними не бывает скучно Сестры не смогут долго находиться рядом с тихим затворником Также им не подойдет мужчина с потухшим взглядом А веселый галантный джентльмен, который следит за гигиеной своего тела Умеет делать комплименты и способен оплатить совместный отпуск Моментально попадает в разряд мужчин мечты Привет, девчонки Здравствуйте Как мы рады вас видеть Господи, а мы-то как рады А мы подарки привезли Можно подарить? Да давайте Вот точно не соскучишься Уже прямо сразу видно Да Но главное, что и дочка чья из них? Мамая Ульяна Вот тоже ваша порода Ваша порода Спасибо, Анали Дочка-то похожа как прям, да? Ну, похожа прям Они, кстати, отличаются, смотрите, да? Они не похожи особо друг на друга Нет, похожи, но они не близнецы Скажите, а что за семья вас воспитывала? Кто ваши родители? Я прямо читала вашу историю и уржалась Прямо вы такие нецелованные, темные Откуда вы, из какой вы? Вообще у нас родители, мы вообще родились в Сибири А, понятно Да, отец у нас сибиряк, а мама Умри, но не давай поцелуй без любви Выходи в белом платье с фатой, невинность Да, 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 да Еще мы плюс ко всему вдвоем Скромность украшает, ну и вот эта всякая глупость, которая потом мешает всю жизнь Согласна Да, да А братья-сестры еще есть? Здесь у нас есть старший брат Старший брат Он на три года на старший Вот он с вами развлекался, наверное, с детства Я в беду, он уставал Я так понял, они воспитывались в каком-то другом британском образе жизни, что ли? Ну, получается, да Строгие родители были? Да Не знали они жизни Скажите, а чего так родители боялись, что когда вы уже, будучи взрослыми девушками, нецелованными? Да Или это такая у вас легенда для ваших детей? Нет, чтобы так оно и было Ну, рассказывайте А потом я Нет, давайте по очереди Давайте с того момента, когда вы каким-то образом чудесным устроили свадьбу в один день Да Это инициатором была Марина, потом я ей переговорила Тогда я и начну рассказ Это случилось, когда нам было по 21 году Потом, как мы были очень активные девушки Мы пошли на завод же из-за бетонных изделий работать как молодые специалисты Нам всем давали молодым специалистам недвижимость А нам почему-то никто не давал Я ходила, долго стучалась к генеральному директору и говорила Почему всем дают, а нам не дают Мы такие активные участвуем везде, а нам не дают И он мне сказал, Марина, вот вы выйдешь замуж, тогда дадим Видно, ему так надоело, что он решил меня замуж выдать А у меня был как раз молодой человек, и он клялся мне в любви и говорил, что он меня любит навсегда Что такая любовь морковь И я думаю, ну раз он меня так любит, мне 24 года Это он вам первый раз положил руку на грудь, и вы сознание потеряли Нет, это Ирина Ирина, нет, нет, у меня было все очень скромно Все меня любили, берегли На грудь никто руку не клал Никто не клал, это было непозволительно А я, значит, позволительно, нормально Нет Нет, Ирина, ты неправильно меня поняла Ты никому никто же не позволял Ну все, у тебя парни попадались, которые понаглее были Рассказывай дальше Ей просто нормально, и парни-то попадались В этом возрасте уже, они вообще думали, что если не положат туда руку, то оскорбят тем самым Нет, то в то время нет, Лариса Ладно, вы прямо 17-й год был, что ли, в то время? В 80-е Ну и что, лихие 80-е, прекрасные Ну вот у них как бы изначально уже вдвоем, потому что одна как бы явно интересная Я пришла и сказала, говорю, Валер, так давай мы с тобой женимся, сделаем такой брак, чтобы нам квартиру дали Ну это получится, это не было слово фиктивно, это было слово такое вот удобно Удобно, выгодно Да, квартиру получим А вы понимали, что с Валеркой после того, как распишитесь, придется кувырк, кувырк Нет, конечно, это было где-то глубоко-глубоко в мыслях Ну думали, вдруг рассосется, вдруг обойдется, да? И здесь я чашу меня минует Нет, Лариса, я даже это будет не скоро Думаю, ну мы квартиру получим, а потом сразу пойдем и... И разведетесь Но, к сожалению, он сказал, что я тебя люблю, и мы решили... К сожалению? Ну, вот, к сожалению, так получилось Как потом выяснилось Но не сказал, что я люблю-пуглублю Правильно, да Вот, самое главное в моей жизни это Ульяна Да, 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 это наши дети самое главное А потом уже, когда я сообщила Ирине, что я выхожу замуж, и потому как я как главная в семье... Ну как она сообщила, она говорит, Ира, я тебе не хочу одну оставлять, давай-ка мы и тебе кого-нибудь найдем И тебе квартиру дадут Ага, правильно, Василий А на тот момент, когда я была... у меня какая-то там несчастная какая-то встреча была с очередным мальчиком Он сам сказал, Ира, можно я к тебе буду для души ходить, а к подруге для тела? Я сказала, не надо мне такого, потому что я не переходила, опять же, в воспитание дурное Нашли мы Гену в красных труселях Бегает спортсмен Симпатичный, высокий такой мальчик, да, и когда мы предложили, сказали, что вот мне тут квартиру, когда я замуж выйду А он такой хитер-бобер, да, и говорит, да, парень деревенский такой Вместе сделаем свадьбу, а нам же выгодно свадьбу вместе, потому как в то время были свадьбы безоткогольные В то время не было длинных платьев, не было фаты, не было туфель, кроме как в Москве По карточкам ездили, жрали Да, поэтому мы решили вместе все сделать, потому что Гена у нас из деревни Потом, например, одни в 12 часов расписываются, то плачечка быстро в туалете снимаешь с вечерним туалетом Отдаешь сестренке, и она бежит в туалет У нас вообще в один час, в один день, одна свидетельница, один свидетель То есть все-таки плачечка два пришлось покупать Да, мы шили себе платье Девочки, а вы знали, что есть такая примета, если невеста сама себе шьет платье, жить она долго в промышлении Мы не знали же, ничего мы не знали Поэтому ни в коем случае нельзя шить сама Да, я согласна Вообще это И вообще сестрам выходить по примете нельзя в один день А мы глупые Мы же решили расходить Мы же все сэкономили, мы же все выгоду круглую спали Да, и про мясо я услышала, тут такая примета 80-х Они не справились И ссылаться на приметы, искать виноватого на стороне, это неправильно Брачная ночь, что случилось через три года у вас? Ларисочка, ну конечно, через три Через три Через три случилось, потому что через год у меня родилась Ульяна А у Ирины через два года родился Сережа Спасибо Господу, что вот нам такие детей поспали Да, я вот благодарна из этого брака Я знаю, что вы расплевались и сказали Господи, а честное слово Чем это надо? На кой вот это вот ночные деньги? Мне хватило три года, а Марисе 13 лет Ну 13 лет, да, я прожила с супругом А что вам больше всего не нравилось в браке? Ой, это если мне так Мне не нравилось в браке то, что... Он гулял, гулял, пил, пил, ночью не приходил, это нервы, нервы, нервы Ну слушай, если она бревно-бревном и терпеть не может вот это вот... Ну, значит, я была бревном-бревном Вот, а я про вас и говорила Я очень рада Так и не проснулись? Спасибо, Роза А лесом пахло Правильно Скажите, лежало вот этим самым Марин Да То есть так и не проснулись в браке, да? И не поняли, что это все-таки... О, в этом есть что-то Нет, Лариса, это можно разобраться, если где-то есть что-то Если у тебя есть второй, третий, четвертый, пятый Но потому как ты воспитан так, что у тебя брак на всю жизнь Да Если ты это направо и налево не смотришь Ну а со своим, с родным что-нибудь сказать? Ну да, мы с родным Придумываем там книжки, книжки читаем Ну ладно, расскажите про кенжал-то А-а Да Интересно Розалия Ну кенжал-то очень интересно, потому что в те годы, в 80-е, когда мы были еще юные и молодые И не знали, что такое секс Мы просто знали, что поцеловаться можно, пообниматься можно, а заняться чем-либо волшебством, это уже не то И поэтому, когда у меня был чудесный мужчина, молодой человек, он меня, я так думала, что он любил, и я его любила И когда он меня бережно целовал, обнимал, я все время думала, что это у него в кармане-то кенжал В брюках Да Я так и не могла поделать до первого У меня больше левая Наверное, левая дополнительная Конечно Я думаю, саду Ирина, да? Ирина Кошечки мои, ну сейчас-то вы проснулись уже от глубокой спячки сибирской Ой, ну Наверстали Ну, не то чтобы, да, но, в общем-то, раз пришли к нам, то понимаете Конечно Это все прекрасно понимаете А дочке Ульяночке сколько лет? Мне 26 Вы замужем? Почти Почти замужем Ну, вы уже не такая, как мамка? Уже не такая Смотрите, ну, ты, мать, девчонок, представляешь, как будто они из глухой деревни Они уж даже с иностранцами у них там что-то было, даже продвинутые Ну, так как я поняла, что среди русских мужчин я никого найти не могу И в интернет свою фотографию В то время, когда в интернет уже был А тогда еще, да, там молодой человек занимался этим делом И я пришла, ему отдала свою фотографию Он отправил, и тут же на следующий день он мне пишет И звонит, и говорит, Ирина, тут какой-то мужчина из Англии решил к себе приехать А на тот момент-то я думала, да, любовь к моркови такая красивая, наверное, понравилась А он проездом, он уже в Сыктывкар проездом А у него еще, видать, было... Чтобы удобно было Да, да, и на 10 дней, значит, ко мне А я не знаю, что, я по-английски-то I'm kiss you, I'm miss you Больше ничего не знаю, это в общем-то... А вам, ну, кисью, это неплохо совсем Согласен И приступать Смотри, ну, обе веселые, веселые Веселушки, да Да, да, такие позитивные Почему англичанин не задержался? Уехал в Сыктывкар? Он уехал дальше в Печорок Он командировочный был Командировочный, правильно Он был там, он эту машинку стиральную подарил Да, вот А Морий пришел с утра, говорит, постирай носки, а вы руками взялись Да, я сразу, давай, тазик, давай постираю Нет, ну, 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 ну Подарил мне стиральную машинку, я ему благодарна, ему спасибо большое Да, он уехал со слезами на глазах, что-то жалко было Но он потом куда-то пропал Я же звоню, звоню, где ты, что ты Написала текст на английском, начитываю А его нет и нет Через два года я получаю письмо на электронный ящик И он пишет, Светлана, здравствуй, хочу с тобой встретиться Вот тебе, перепутал конвертики адреса Ой, какой гаденыш Я ему назад говорю, знаете, Светлана ждет вашего письма А он говорит, ой, Ирина, я хочу с тобой встретиться Здравствуйте, да, тоже неплохо Ну, мы для них все, Наташа и Маша одинаково А Мариночка, у вас итальянец У меня совсем другая история Мы ездили с дочерью отдыхать в Италию И пришли с ней в кафе Пришли в кафе, подходит итальянец и приносит нам А итальянец, он был официантом Ну, там все пожилые итальянцы, официанты Он приносит нам такую небольшую чекушечку с чем-то желтеньким Я не пью Лимончелло Спасибо, да И вот мы говорим, ну, мы не заказывали Он презент И так раз мне записочку в руку Я так раз хочу с вами встретиться Причем на русском На русском Нет, хочу с вами познакомиться Говорю, так, Уля, это тебе и ей Она говорит, мама, почему мне? Я говорю, ну не мне же А она говорит, мама, тебе И я потом думаю, что же делать Я говорю, ну что, ответите ему Пригласите Я отвечаю, ну давайте выпьем с вами чашечку кофе И он так обрадовался Ну, вот так мы с ним познакомились Выпьем чашечку кофе Говорил по-русски? Нет Нет, он говорит, по-английски Уля переводила Мы вместе с Ульяной Но главное, знаете, что, девочки Он постоянно, вот я просыпаюсь, открываю дверь А букет рот стоит На следующий день открываю, стоит букет рот Это в номере, в гостинице Возле прям, да, и в Азии Не то, что, знаете, вот так Но у вас было? Нет Ой, дурочка, они такие ласковые Ой, у них амперия Я так и говорю Ну, если я ноешь, мы глупая Тогда у тебя не было никого Смотрите, да, Вика Она одна с англичанином Другая, видите, вот был итальянец Остался только вот осетина Да Чтобы уж осетина до полного счастья И кинжал у тебя есть Если надо, коня приведешь Замуж хотите? Да, конечно Хочешь, да, хотим Вы знаете, самое интересное Хочется услышать это слово Выходи за меня замуж Потому что мне никто Никогда Давайте я вам скажу это Ну, за мужчина Нет, мы с удовольствием Ну, я попрошу уже только Нет, ну, скажет он А после последствий же Не хотят они этого Те же самые, что у вас были Да они согласны Они уже на эти последствия Они согласны Ну, что мужчина, конечно, нужен в семье А для чего? Ну, хотя бы вот для того, чтобы Разок или два раза в неделю Заняться сексом То есть да То есть вы за это Конечно Полюбая женщина А что же мы для мужчин совсем старые Потом Потом сходить С ним вместе сидеть И путешествовать Да На худой конец просто обсудить книгу Потом пельмени, например, вы катаете А он мяско там заселит Отлично любит Или на природе жарит шашлыки Ну, минимум хотя бы четыре раза в неделю А то и пять А то и каждый день Ну, конечно Я думаю, что у нас сегодня легкие невесты Да Поэтому Даже вот грех Я бы вам подсунула быстренько все, что у меня не идет В общем-то Потому что Вы возьмете любого А если мы его еще и пропиарим хорошо Скажем Вот какой у нас Вот и с это, и с это И вы и это готовы взять Но обманывать не хочется, в общем-то Хочешь все-таки подольше, да Я буду делать акцент на свою любимую тему Правда, она меня уже мимо прошла Я буду про секс Ну, пускай девчонки уж насладятся-то Хотя, в принципе, о чем Девчонки, вы мне очень нравитесь обе Спасибо Вы такие настоящие Это сыграть невозможно А, кстати, если изменяет одной близняшке Это измен считается, если туда и туда? Ну, Роза, ты обалдела, что ли? Мужчина Не, ну а что? Может, вам по одному надо, да? Да А у нас как-то мы одного найдем сегодня Вот Вот А для одного На двоих На одну Один хороший человек сказал До 33 лет Еще можно поздравлять с днем рождения Следить за возрастом После 33 лет возраста Христа Нужно жить по настроению И забыть про года А звезды что? Несмотря на то, что Роза пытается Ирине и Марине спихнуть неликвид Как она сама призналась, я замечу Вы совершенно разные И действительно Любой в первой встречной вам не подойдет Марине нужен банкир Символически, конечно, назовем его банкиром Нужен мужчина фундаментальный, серьезный, спокойный Может быть, даже скучноватый А вам нужен мужчина веселый, активный, зажигательный, напористый Вот если вспомнить Амаду и Донна Флора и два ее мужа Вот нам нужны два мужа Просто для вас два разных Причем Марине нужен тот, который был вторым Ну а вам нужен гуляка Перечитайте Да, но только Донна Флора в одной постели с ними, с двумя И с мифическим Ну все-таки это С фантазийным, с реальным Была, понимаешь Это, конечно, это другая история Я просто говорю, что вот образы Очень хорошо подходят Я считаю, что Знакомьтесь с первым женихом Спасибо Здравствуйте Здравствуйте Очень приятно на вас посмотреть Прекрасные, красивые девушки Спасибо И приятно будет с вами познакомиться Спасибо Очень хорошо Спасибо Александр, 55 лет Инженер в телекоммуникационной компании Признается, что у него мягкий характер Предупреждает, что любит хорошо выглядеть и вкусно поесть Александр был готов простить возлюбленную измену Но смириться с ее пагубной привычкой Был не в состоянии Надеется, что в отношениях с новой избранницей Будет царить полное взаимопонимание Здравствуйте 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 Какие цветочки красивые Не подарите? Не, подарим, конечно А потом говорят, что мы киняйчим попрошуем подарки Очень солидный мужчина И мне кажется, что он очень надежный Ну и, конечно, девушка Спасибо Спасибо Ой, а можно я компенсирую и отдам свой букет? Мне кажется, что это будет правильно Нет, нет, нет Все хорошо Все хорошо, нам хватит Ничего хорошего, держи Я прям, я считаю, что будет правильно, чтобы вы были с букетами А я свой не отдам Ты имеешь полное право? Имеешь, спасибо большое Спасибо Я хотел бы сначала начать наш вечер с застолья Хорошо Да То есть вы еще и пьющий Нет, не пьющий Не пьющий? Просто хочу накрыть стол Едящий Чтобы потом бабушки опять 92-х лет проклинали Говорили, Роза, все не подали с синякой Открыли харчевну Но я-то не не больше к еде Боже, избавь Спасибо большое А как на людей у вас? А как вот с другой стороны здесь? Колбаска, понимаешь? Откуда привезли-то? Нож в спину У тебя, пожалуйста Блинчики сыкрой сюда, поближе ко мне Вот он, чем будет брать Сейчас будет брать их вот готов Путь к сердцу девушки И лежит через ее желудок Ну, не думаю, что так, но все равно Ну, давайте, пока Роза у нас все это разносит Я отец, Ангар, работай на этом программе Колбаски красивой с капусткой Раскладывает по тарелочкам Ну, а зачем ее раскладывать, когда я знаю, кому надо отнести? Я вечно беременная Жена выпивала? Вы знаете, да Изначально, когда мы Ребенку было до трех лет, она не выпивала Она сидела с ребенком дома После трех лет Пошла работать главным бухгалтером В пиццерею И вот там все произошло Она стала выпивать, приходить с работы А что, в пиццерии наливают? Ну, конечно, у нас в бухе Видать, да Ну, и в общем, каждый вечер у них не одно так другое Да, у баб там День рождения, день развода Мы немножко выпили просто вот за обедом Я даже знаю, что когда у девочки, у дочки была температура Я колбаски принесла Она не пришла Нам колбаску сюда отрежь Тебе вот такую норму? Нет, разная отрезь, от разной попробовать Хорошо, от начала вот эту тебе положила Нет, это мне повылазит Короче, вы ей звоните, говорите У дочки температура, она говорит, пока Мы здесь Да, нет, там немножко по-другому было То есть у ребенка была температура Очень такая была, серьезная Я позвонил ей на работу Спросил, ты приезжай, потому что ребенок болеет Надо в аптеку заехать То она мне сказала, что я сейчас не могу Я же деньги сдала Вот такая была фраза И после этого я подал на развод А потом у нее появился любовник Назло ей и у вас любовница Конечно, я живой человек Но только вы имели такты, имели мозги скрывать от нее А ее-то, Петрович, прям похаживал к вам до дома Он мне уже предлагал, чтобы я покинул эту квартиру А квартира была ваша? Да, говорит, ты мужчину, оставь, уйди все и оставь Типа кто в доме хозяин, да? Ну да, да А сам делал колбаску-то? Конечно, а как вы думаете? И как тебе сам? Саймин, да А это его сын, я так понимаю? Да, это сын его, да Смотри Он пришел с сыном без друзей А ну потому что сын сейчас сидит рядом с вами Она ушла, а одна сына оставила? Нет, сын у меня от гражданского брака Как вам, девчонки? Очень замечательно Марина и Ирина А сколько сыночке лет? 16 Ну мы к столу вообще ничего не принесли Я понимаю, общий стол Можно мы споем песню? Нет, застольную песню Нет, застольную песню Пока вы поддерживаете с нами Да Как вы любите застольную песню? Мы вам споем Мы поддержим вас Ой, цветет калина В поле у ручья Парня молодого Полюбила я Парня полюбила На свою беду Ой Не могу Открыться Слов я не найду Хорошо Не могу Открыться Слов я не найду Татарская народная песня Если они всегда такие То честь им и хвала Пусть они всегда такими остаются Девчонки, смотрите Я даже не знаю Как мы будем с бонусами У вас есть три бонуса Да Семейная традиция Скелет в шкафу Или Свидание Свидание Я пойду с Ириной Все Давайте Почтайтесь Давайте Почтайтесь Я давно одна С ребенком жила Растила его У вас так? Да, у меня сын У сына Ему 25 лет А он женат И у него уже есть сын У меня, можно сказать, есть внук Я такая молодая бабушка И я очень рада этому И у меня ребенок живет в Ярославле А я живу в Санкт-Петербурге Вот А вы, я так понимаю, в Москве Я в Москве, да У меня есть старшая дочь У меня есть ребенок младший Но я не знаю, дедушка я или нет Не знаете еще, да? Нет, абсолютно Мы с ребенком не виделись уже почти 20 лет А вы давно один? Я давно один Давно это как? Ну, давно, да нет Ну, наверное, лет, наверное, 10, наверное, точно А как вы справляетесь с одиночеством? Пирожки, пирожки печет Я готовлю изумительно У меня мама, царство и небесное Она меня научила всему Она готовила изумительно, прекрасно О, так это же здорово Ну, мне приятно будет с вами пообщаться Так и мне будет приятно с вами пообщаться У папки ферма своя, да? Кажется, все-таки ватрушка Ну, уже велик сюрприз Нет, все это было моим сюрпризом Ну, круто Давайте, пока вы проходите в свою комнату А мы будем наслаждаться сюрпризом И вам кости перемоем Хорошо Правда? Счастливо, Александр Ну, готовят не плохо Ну, готовят красиво, по крайней мере Все такое красиво выгляделище Да Сразу что-то даже это Хорошая замануха Такой приятный мужчина Приятный? Приятный? Ну, ли у нее такой восхищенный Смотри, что он не показал, что он выглядит старше, чем 55 лет Или это я уже обалдела? А я просто не слышала Мужчина старше выглядит, да Как вблизи-то он? Как тебе? Вообще, он нормальный, очень интересный мужчина Знаете, я в нем пощупать Да, оптический обман бывает Знаете, я когда на него смотрю У меня такой образ создался Такая хорошая, хороший такой вот загородом Шашлыки Он так, он что-то их жарит, да У меня друзья, да Да, вот это вот как-то мило Он там что-то ходит, ухаживает А вот по ощущениям, пенсионер уже или нет еще? Пенсионер Чувствуете, да, нюанс? Пенсионер, да Пенсионер, да Как поняли Ну, это понятно, что понимаете Молодой вы совсем Да Он какой-то вот не горит А, да, желание Он как-то, он говорит Ему уже такая тихая обитель нужна Да А вам-то что, горит, что ли? А мне нужно еще учиться съездить Я еще на дискотеку хожу Девчонок с собой собирает Ну, это тоже, это другая крайность А здесь на дискотеке не уходим Кому за сто? Или какие? Ну, правда уже Да, я согласна Ну, там, в общем-то, куда-то надо выходить Ну, ладно, ты на дискотеку не пойдешь Тебя все знают И все любят И все любят Да, все любят А потом, знаете, телесарь А женщины неизвестные А женщины неизвестные Все позволяют Мы ездим на шашлыки Мы ездим куда? Мы ездим на рыбалке Мы ездим В дискотеке, конечно Да, мы просто я постоянно живой Я не люблю сидеть дома Конечно Они тебе как будто несколько лет приписали, да? Ну, конечно Как будто я уже старый до нельзя И вот я буду пересидеть только дома И на диванчике газеты читать Кстати, газеты я вообще не читаю А что, Сашеньку надо брать? Хорошие Хорошие вообще Потом, смотрите, работящие Единственное, что не припахал бы вас печь, выпекать И что, пускай бы припахалась Конечно Ирина любит печь и выпекать Или же сама хорошо все готовит Да Да Главное, чтобы Поставили на стол и было из чего печь Вот он молодец, правильно? Наша Молодец Сказал все, что надо Васька Ну, если лет 10 он себе не махнул И гороскоп я составляла на правильную дату Потому что у меня тоже есть сомнения Нужна жена действительно работящая Причем женщина нужна, которая будет внимательно За всем в деталях следить Такая прям трудяга-работяга И не та, которая зажигает на дискотеках Вышивает ногами в новых туфлях Не до этого Я боюсь, что тут слишком серьезный Слишком фундаментальный типаж Но мне тоже он показался не очень энергичным Может быть, правда, стеснение в студии Ничего, что он напек Вот это вот сам во мне очень энергичный Хороший Подожди, а ты искренне считаешь, что пирожки и все Я считаю, что да АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, девушки Здравствуйте Привет из Питера Спасибо, здравствуйте Юрий Юрий 62 года Ведущий и режиссер праздничных мероприятий Мечтает побывать в Центральной Австралии Признается, что любит мыть посуду И всегда закручивает тюбик от зубной пасты Предупреждает, что ему комфортно спать в одиночестве Юрий до сих пор не может понять, почему его супруга полюбила другого мужчину Надеется, что в новых отношениях ему все будет предельно ясно Здравствуйте, Юрий Ну, у вас у самого-то есть догадки, почему ваша жена, живя с таким видным мужчиной, нашла другого? Да Озвучьте Ну, я женился, когда ей было 19 лет, она заканчивала институт архитектурный А я тогда был очень популярным парнем, открыл в городе дискотеку Я был руководителем дискотеки Это где, в каком городе? Это был город Чигуй, районный центр А вы такой вот прямо сейчас сидите, волосы распустили по плечам, наверное, тогда были модные джинсы, длинные волосы Я всегда был Ну, то есть модный был парень Да Вот на фото он был, как человек выглядел А сейчас какой-то актер с фильмов ГДР про иудейцев Я параллельно с тем, что я вел и организовывал дискотеку в городе Я еще строил карьеру Какую? Ну, я построил парк в городе аттракционов Я работал директором молодежного центра То есть вы были человек состоятельный, известный, популярный, высокий, модный А какие музыкальные предпочтения? Какую музыку слышали? Ну, тогда рок-н-ролл, этн-блюз В принципе, это и осталось Понятно А она? Комбинацию? Она? Наверное, вы правы Ребенка не сделали ей? У нас есть ребенок Нет, вот когда она загуляла, уже ребенок был? Я бы не хотел говорить слово «загуляла» Изменила вам? Она изменила, пришла, честно сказала Ну, молодец А как она? Покаялась, сказала Тем более, что я ее не винил Юра была дура, просила Я ее не винил Ну, просто для меня это был удар А почему не винить это? Считаете себя виноватым? Я в любом случае считаю, что виноват мужчина А зачем у такие большие волосы? Ко-моему? Да Ну, длинные Я его, если бы увидел, я бы сказал, что это байкер Байкер? Вот мне показалось, да, что это байкер А вы уже, будучи взросленьким, уехали насовсем в Питер? Ребенку было 12 лет А вам сколько было? А мне было 47 Ну, уже в этом возрасте, послушайте, никто никуда не уезжает Почему вы-то вдруг решили? Я как раз уехал, сначала я уехал на Камчатку, подальше, в Тундру, на 2,5 года Деньги зарабатывали, да? Сразу после развода, нет, сразу после развода А что вы там делали-то? Потому что для меня это был удар Но в Питер вы часто ездили, там, видать, рок-тусовка, да, вот это все? Ну, это был мой большой секрет, даже от супруги тогда Но от нас сейчас не будет этих секретов? Я летал, да, конечно Мы в Питере летали к женщине Я в Ленинград летал, не к женщине А на кухне посидеть, вот это ДДТ, Слава Бутусах Что-то какая-то все равно нестыковка с датами 47 лет, ребенка был 12, то есть он родился в 35 Вы его родили через 3 года после того, как заключили брак, 32 И говорите, что встретились, ей было 19, на 5 лет разница Мы не сразу родились Мы прожили 13 лет А? Сразу же не родились А почему вы скрывали от нее, что летаете в Питер? Ну, есть чисто такие моменты, финансовые тоже Я занимался музыкой, я занимался техникой А она считала, что делом должен мужик заниматься, да? Да, в общем-то я считал, что занимался делом Только денег это не приносило в семью Ой, не знаю, очень колоритный Я не знаю, на любителя совсем уж прям Приданный, то как у купца-то какой-то у вас? Квартира там, я не знаю, может участок какой-нибудь? У купца есть приданая Ну, только озвучьте, пожалуйста, а то мне грустно стало Вам 62 года, вы удивительно молодо выглядите для своих 62 Мы же на свежем воздухе, есть у вас участок? Или не переработался? Не выглядите ухайдаканом в жизни, понимаете, в 62 Спасибо У нас 8 лет разница Я старик, а он нет Я знаю, что за счет того, что у него волосы темные Были у меня темные волосы, конечно, светлые волосы сразу дают возраст Я хотел подарить подарочек девчонке Просто вот эта книга, она на меня произвела впечатление Я не буду называть автора Давайте, вы передайте через веселье все Но стихи А я погадаю сейчас 17-я страница Автор женщина 3-я сверху, 17-я страница, сверху 3-я Почему 17-я? Потому что штамп библиотечный всегда на 17-й странице Вот не знаю, наверное Просит бактерия Маша бактерию Тошу А дальше? Развей конферк Чтобы бактерия Тоша женился на ней Сколько вы покурили сегодня перед программой? Ну, конечно, стихи писал не я, и я не курю Нет, но вы розовую книжку принесли как-то Ну, странные книги он читает какие-то Это точно Читать странные книги нормально Советовать странные книги чудно Девчонки, у вас осталось два бонуса Скелет в шкафу и семейная традиция Что хотите узнать? Семейную традицию, да, Мариша? Давайте узнаем, есть такая По мнению друзей, у меня очень хорошо получается Наполеон Да? Поэтому в силу того, что вот Ирочке надо немножко, как мне кажется, догонять Спасибо, уважаемый Я принес угостить всех вас А у вас какой? Как в Одессе пропитанный, тяжелый? Или сухой, который как пыль разлетается? Значит, я бы не сказал, что он сухой Потому что он был сделан вчера вечером Вами? Конечно Скажите, пожалуйста, это и есть сюрприз? Или вы еще что-нибудь сделаете для нас? Это семейная традиция А что касается... Спасибо Девушки, можно вас попросить? Можно? Обеих? Группой поддержки Возьмите розочку одну Можно мне розочку? Несмотря на то, что он такой аморфный Но он достойный Да-да Мы, когда встречаемся с друзьями Понятное дело, что мы и по 100 грамм пропускаем И венца попьем И любим приколы разные Хорошо Один из приколов, который, мне кажется В формате нашей сегодняшней программы Каждый человек, независимо от того, сколько он выпил, съел Он должен обладать отменной реакцией Я буду называть различные числа Ваша задача реагировать только, когда я назову число 3 А реагировать что? Улыбаться, петь, кричать? Как только я скажу число 3 Вы должны у меня выхватить эту розу из руки Но если вы дотронетесь рукой, а я не скажу число 3 То вы делаете мне комплимент Кто из вас победит сегодня? Кто-то что? Кто больше вам комплименты? Та девушка, нет, та девушка, наверное Та зацелует вас насмерть Нет, нет, не зацелует Та сегодня найдет свою судьбу А, понятно Ну, хочется так верить Давайте, пусть это будет 30 Давай, давай уже, Юрок, давай Один, два, тринадцать Ай! Комплимент У вас прекрасная улыбка, Юрий Замечательно, спасибо Вот они слишком Хорошо, что у них с юмором Все хорошо Вот прям хорошо, что они веселые А так бы, я не знаю даже С таким женихом-то Внимание Один, два, триста тридцать восемь А, бессовестный Три, а потом триста тридцать восемь Неверно А комплименты Ну что я могу сказать? Вы не выглядите свои 60 лет Два 60 лет Вы вдвоем доходились Да? Еще, еще один раз Давайте О, вы знаете, что я хочу сказать У вас хорошая лодка Нет, у вас вкусный Наполеон Вы молодец Хорошо Последний раз Давайте Один, два, три Опа Ироризм Победителей Победителей, к сожалению, невозможно было Невозможно было Почему? Ну это возможно Победила Марина Спасибо Все, можно идти Слушай, ну вообще уникальный тип Ну на самом деле, я не знаю Мне кажется, не нормальная женщина Но я не знаю Не должна она такого Вы, девчонки, ешьте И будем разговаривать Давайте Ульяночка, Ириночка, Мариночка Как вам? Как у дяди Юры? Ну, не очень Моцовик-затейник Ну и что? И в этой профессии плохого? Ну мне кажется, он не очень серьезный Для какой-то такой вот будущей жизни Посмеяться, да Походить куда-то, потанцевать Ну почему не серьезно? Он не профукал свою жизнь Он себе все, что мог, заработал Ребенка воспитал Он немного не во вкусе, допустим Моей мамой, это точно Они не смогут с ним вместе быть Да? Марин, не нравится, что волосы крашены Не нравится, решила А Ирочка, вам? А Ирине бы я посоветовала Ну подожди Вы знаете, честно могу Только, Юр, вы, пожалуйста, не обижайтесь Я петь не могу усы Усы, да, мое, бред Может быть, это что-то А вот Вот твоему Ты любишь длинные волосы у мужчин У твоего Сережи волосы длинные А в 62 ты ему их отрежешь? Или он будет ходить? Если это будет ему не идти, конечно Я усы не буду отрезать И волос быть не буду Вы его, конечно, не свяжете по рукам и ногам Не посадите дома ходить в гости на шашлыки и так далее Заскучает, опошлится и умрет Ильтяна Спасибо Васечка Я не считаю, что его нужно связывать по рукам и ногам Мало того, ему еще нужно говорить, как он прекрасен и как ему все это идет Есть это дело Чудесный, я считаю, прекрасный партнер Вменяемый, адекватный для своего возраста Хочу обратить ваше внимание на то, что популярные гороскопы Чаще всего не имеют отношения к действительности Когда говорят про совместимость знаков зодиака, это очень общие вещи Но после определенного возраста, лет после 50 Люди тянутся к знакам своего темперамента И вот тут, например, ваша одна на всех огненная стихия вас могла бы соединить Из вас этот огонь так и прет Ваша овновскость, это видно И из него его лев тоже в обычной жизни будет так же исходить, такой же мощной силой Еще есть один жених, проходите, знакомьтесь АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь, 52 года Персональный фитнес-тренер предупреждает, что возлюбленная должна следить за порядком в его доме Рядом с 19-летней возлюбленной Игорь чувствовал себя мужчиной с опытом А спустя 7 лет отношений понял, что он уже староват для своей избранницы Надеется, что сегодня он встретит женщину себе под стать АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь, сколько вам было лет, когда вы стали жить, встречаться с молодой женщиной? Да, Ларис, мне было 44 года, ей было 19 лет Ну, мы познакомились по интернету с ней Полгода мы просто переписывались Я вообще даже не думал ни о каких... А как вы считаете, ну, понятно, чем она вас зацепила А вы ей были зачем? Что у вас могло быть общее с дочкой возрастной? Лариса, ты не добьешься своего, они этого не понимают, не видят и не чувствуют Ну, не знаю, нам было очень интересно, вот вдвоем мы обсуждали все темы, на все общались, на все темы Когда встретились, были так же очарованы друг другом, как... Еще больше Не, ну, когда вам 45, а ей 19, то она вам любая красивая Честно говоря, если у тебя разница в 25 лет, ну, это уже нездоровое состояние Это вот, ну, просто нездоровое У кого-то с головой, нет головы просто на плечах Первый раз мы поругались пока просто, когда мы шли по улице Она развернулась, убежала и ночью не ночевала дома Я пришел, она утром пришла домой, я говорю, так Еще раз не будешь ночевать дома, а считай, что больше не приходим А она-то вас зависела материально? Нет, конечно, она работала Да, а она объяснила, где она была и где не ночевала? Да, она сказала, что она была подругой Вы поверили? Ну, мы все говорим, что вы поверили Ну, я скажу так, у меня не было повода ревновать Я просто в ней был уверен всегда Вот абсолютно уверен А второй раз повысила голос, да? А второй раз мы в фитнес-клубе с ней поругались Ну, мы среди ребят там обсуждали какую-то тему Вот, а она там что-то начала встревать Причем на повышенных тонах А я вот не терплю, когда на меня повышают голос У меня отец родной никогда не повышал Ну, я тоже на нее прикрикнул Она собрала свои вещи и убежала Я работаю допоздна, прихожу ночью домой Свет погашен, никого нету Ну, думаю, она опять у подруги Нет, зашел домой, она спит Повернулась лицом к стене Ну, у нас такой ритуал, перед сном я ее целую в ушко И ложимся спать Ну, она залез, поцелуем без разборов, без ничего В ушко, легли спать Утром там проснулись Пошли в ресторанчик, там позавтракали, вернулись А почему вы в ресторанчике завтракаете, а не дома? Такая у них семейная традиция А-а-а Имеют право Я не люблю рестораны Я привык кушать дома Ну, я и так говорю, я думала, она все поняла За вчерашний разговор, говорю, ну, ты понимаешь, что ты вчера была неправа Как? Я была неправа? Да это ты был неправа, но у меня а-ба-ба И опять подняла голос Я не знаю, как я встал Схватил ее за горло Вот так вот поднял Она была беременна? Нет, ребенка бить нельзя, конечно Но не выдержал, выпустил пары, сломал шкаф А вы могли бы ей шею бать? Скажите, а вы откуда приехали? Из с юга в Москву? Я из с юга Осетии, да Да, но это в Осетии? Это у вас вина? У меня мама русская, папа Осетии Все, и жили в Осетии Я 15 лет живу в Москве, да Да, но, послушайте, Осетия в вас Есть такая очень мудрая поговорка Умный муж никогда не будет ругать свою жену Он будет ругать себя за то, что он на ней женился У вас остался бонус Один скелет в шкафу Да, скелет в шкафу, да Хотите узнать? Конечно, конечно Давайте посмотрим, какой еще стрелец походить у фитнес-инструктора Давайте посмотрим О, боже, боже Что это такая женщина, которая с биноклем? Есть одна дама, в общем, не знаю, у нее какая-то болезненная любовь, она не дает мне жить просто на свете То есть поклонница навязчивая? Да Она абсолютно меня поджидает под фитнес-клубом, я даже ее ни разу домой не пригласил Сколько ей лет? Около 45 лет Я думаю, что если бы вы поставили такую цель перед собой, поговорили бы с ней Да, или, ну, припугнули бы, сказали, что обратитесь Да, вы что думаете, я не говорил? Значит, обратитесь за помощью Милиции Нет, зачем? К врачам Я думаю, что же у них им понравился хороший мужчина Почему бы нет? Да, тоже так думаю Мы скрепощенный, сильный, уверенный в себе, да? Вы приготовили сюрприз? Конечно Девчонки, значит, я 10 лет работал массажистом и хочу вам сделать приятное Массаж Очень приятно, да Обеемся одновременно? В четыре руки Нет, одновременно не получится Тогда говорите кому, Марине или Ирине? Ирине Марине Ирине Выбирайте вы Девушки, решайте Нет, выбирайте вы руки Кто вам понравился? Вы же тоже выбираете сегодня Ирина, сделаем Вперед Смотрите, сделаем И тут моложе Видишь, весь акцент идет на Ирину На Марину Так вот Сейчас мы вам будем делать массаж стоп и голени Ложимся лицом сюда И снимаем туфельки А как это все? Не, 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 не Аккуратнее Одет, одет Будет поверх Тебе помочь, Ирочка? Только ложитесь на спину, Игорь Можно все-таки Ирина лезть на спину? Нет, на спину нет Только на живот Помнется И помнется И это самое Нет, давай на живот Потому что мы просто Да ладно Давай на живот Ложить Ничего На спину На спину Тогда руками себе Да, вот так правильно Нет, зачем руками держить Вот так Вот так Не боимся Расслабили ножку Расслабили Вот это у нас Размирается Конечно, прекрасно Размирается Опа А вы знаете там какие точки? G там что-нибудь Точка G совсем в другом Ну я знаю, что в другом Мало ли Мало ли Встаешь, конечно, приятно Когда мне говорят Про массаж ног у женщин Я всегда вспоминаю Криминальные очки В Атарантине За это иногда сбрасывают с балкона Я напрягаю Игоря просто Ну я в шантажу Я говорю, а я бы что-то приготовила Но спрятала Не смотри, как он А если не приготовила? Вру, что приготовила? Хорошо? Ой, прекрасно А можно уже все? Не бойся А ты что, лакнуть тебе? А мы вот прям на тебя До сорок Когда еще удовольствие получите? Лежите Игорь, Игорь, большое спасибо Ой, хорошо Ой, хорошо Хороший сюрприз Спасибо, парни Забирайте своего друга в комнату Скоро узнаете, кого девчонки выбрали Заходите Как ты, Дамаш, кого выберет она Эти две девушки? Первый вариант Нас? С тобой Или никого? Я думаю, что никого А если зайдет? Ну это же папа-то сам решает А, папа-то решает Да, Иринка на расхват Не выберут они тебя Не выберут Ой Ну почему? Ну потому что не выберут Я вот тебе говорю, не выберут Значит, не выберут Плоховал Тихо-тихо, дай послушаем Уля, что ты скажешь? Мне кажется, даже если кто-то из них выберет его Они не будут вместе Потому что ему все-таки, мне кажется, нужна моложе женщина Да, ему нужна такая, как вы Да 30-летняя Я думаю, что Ничего не пойдет Кавказский мужчина И не просто так была у него эта 19-летняя И терпел И не женился Он бегает еще за ним какая-то с биноклем Тоже Не есть правильно Да, и вы должны будете с этим смириться Да Ну я и говорю, они вот тебя, видишь, списывают все Типа тебе нужна молодая Тебе нужна молодая 19-летняя Нет, они Нет, они тебя нет Они не выберут А я считаю, что Игорька надо брать Вы что, вы приехали зажигать, как говорится По сути, не замуж выходить Он все говорит, зажигать, зажигать Вот тебе, пожалуйста Более того, хорошо, что в Москве Надоел, как говорится Или что-то там на сторону Стал глядеть Раз, к себе приехали И отдыхайте все на здоровье Это бездравство народу Не бездравство В нашем возрасте можно Это даже не измена Она же не мужа изменяет Этот Игорь человек не очень резкий на самом деле Несмотря даже на кавказские корни свои Но он человек очень зависимый от общественного мнения И в частности от мнения друзей Я думаю, что он быстро меняет предпочтения Я думаю, что женщин было немало по жизни Рассказал просто про самые длинные, естественно Про самые серьезные Но зафиксироваться в серьезных отношениях женщины И такого солидного возраста Старше лет 35 Я думаю, он не способен Ой, не знаю, не знаю Я думаю, что Вот мое мнение, что Выберут Кто-то выберет первого И больше вторая не выберет никого Ну что, девчонки? Уля, говори Я считаю, что тютируемя должна выйти за первым Молодым человеком Да, он такой из всех мужчин, которые сегодня пришли Скажем так, себя показать и на нас посмотреть Я думаю, что он один из таких вот жизненных мужчин Более приземленных Да, приземленных И пироги у него очень неплохие Я понимаю, что у второго питерского Паполеона тоже ничего И я бы даже хотела, чтобы Ирочка вышла и ко второму Все-таки Питер сходить, погулять И мы все вдвоем Вдвоем пришли за женихами А ну, меня никто не выбрал Ирина более такая Более располагает, чем Марина Это зажатое Хотя, если посмотреть по жизни Ирина располагает, но с ней будет тяжелее А вот Марина не располагает, но с ней будет очень легко Я наоборот, Мариночка, вам хотела бы рекомендовать Александра Вот он на банкер очень даже похож Такой спокойный То, что надо А вас, во-первых, это и не отличишь Так что не надо так быстренько отдавать это Сестры и сестры Но знаете, про себя тоже надо подумать Ну, а про вас, Ирина, я просто хотела вам напомнить Потому что вы еще зажигаете в этом возрасте А женщина молода до тех пор, пока она может себе завести любовника Поэтому я вам рекомендую Игорька Вот, пожалуйста, вам еще и любовник ого-го Почувствуйте себя женщиной Согласна с Розой абсолютно У меня немножко иное мнение Я Ирине однозначно рекомендовала бы Юрия Я считаю, что даже если с первого взгляда он вам показался странноватым Или в чем-то не сошлись У вас есть шансы все равно энергетически друг друга хорошо дополнить Поэтому я считаю, что Юрий для вас Марине из присутствующих действительно больше подошел бы Александр Наверное, все-таки не такой тип Но вам нужен мужчина, который умеет накапливать Серьезный, фундаментальный Ну, он действительно, Александр из всех был больше всего похож на этот образ Поэтому вот распределение ролей на мой взгляд таково Я думаю, вы уже все решили, кто к кому пойдет Поэтому в любом случае мы вас поддержим Проходите Я думаю, что они тебя не выберут Ни одна, ни вторая Мариза Бен Ну, потому что они Я приглашаю всех выйти и поддержать Марину и Ирину Здравствуйте Я выбрала вас Здравствуйте Саша Очень приятно Я очень рада, что вы выбрали мою сестру Но вы мне очень понравились Я думаю, что мы познакомимся, а потом узнаем лучше И сын ваш очень понравился Я так говорил Ира одна, а Марина будет другая Правильно Пойдемте тогда Пойдемте, покажемся людям Здравствуйте Извините за мою комплимент У нас две прекрасные пары Марина и Александр Ирина и Юрий Вам в подарок очень вкусные конфеты «Золотой степ» От кондитерской фабрики «Славянка» Они заряжают бодрости и энергией на весь день «Славянка» родное, любимое, вкусное Если вы одиноки Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, женимся Счастьем за вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!